значит 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 я сразу покажу номер это реле она горела я уже про это рассказывал на значит вот его номер вот значит вы видите до 37 514 и 6 тысяч и новая не он 37 514 g 400 вот на официальном сайте сайте хондай написано что вот это реле желтой этикеткой заменяет вот это то есть вот это старое реле которая ставилась на самые первые версии 15 и шестнадцатого года и потом в шестнадцатом году они уже стали ставить вот это наверное много пошло отказов много отзывов я в общем читал очень много американских форумов вот проблемы были они не столь уж массовые среди гибридов но есть но есть такая проблема я сразу секрет как бы я уже в предыдущем видео говорил кто ездил в режиме не переключал в спорт режим и в стандарт скорее всего они продолжают ездить на вот этом старом реле нагрузка в экономичном режиме небольшая и они работают служат долго если вы начинаете там отжигать переключаться в спорт или даже в стандарт зарядные токи протекают очень большие и на зарядку и на рабочий рабочий ток и внутри начинает все оплавляться сильно начинают греться шины вот здесь идет вот она здесь кажется красивая шин когда смотрите ведь они от блестящие такие они внутри так нагрели что плавляли что даже реле нормально не держалась все болталось уже внутри от температуры у меня уже даже сам блок расплавился значит может разберу покажу немножко в новом реле в новом идут уже реле panasonic made in japan видите made in japan japan реле идут японские и на них написано и 8000 я надеюсь что они мощнее да что они не по 80 ампер либо они 80 ампер нормальных японских 80 ампер которые легко держит 80 и даже с запасом потому что тут у меня были g2000 но при этом вверху написано 80 ампер видите 80 и койл вот но они не держат нагрузку то есть как только нагрузка большая они начинали греться я всегда самого еще когда у меня новая машина была я открывал багажник потрогаю на эту железку на дреле сверху над ними и она была всегда теплая то есть они с самого начала грелись я не знаю как будет работать panasonic я буду отслеживать теперь да насколько они будут надежнее лучше значит по цене я уже говорил в предыдущем видео значит по цене так как я заказывал не у дилера здесь у дилера 370 долларов стоит 350 370 в среднем я заказывал из кореи компания из сеула называется спир корея вот и я за в описании там вставлю ссылочку на этот сайтик они торгуют компания торгует оригинальными корейскими запчастями ко всему корейскому транспорту и даже к шевроле не даже шевроле есть вот и там все оригинальное все новое по очень даже неплохим ценам не халява конечно как на китай сразу предупреждаю но но отличные цены да то есть не реле обошлось в 200 долларов да у дилера 350 370 вот пришло за три дня отправляют там три вида 4 вида почты есть но мне не написали что мое могут отправиться из-за вируса только дичи 29 долларов и мне все пришло в общем то я остался доволен вот 29 долларов за три дня из кореи прилетела то есть просто просто отлично вот вот это маленькая реле ну реле они отправляют сборе вот у меня что мне хотелось чтобы отправили в сборе потому что я знаю что там шины внутри у меня уже я их поджимал одну же несколько шин я лудил да потому что они мягкие их просто слоем облудил и я после своего ремонта я проездил еще 10 месяцев 10 месяцев вообще без нареканий ни разу не чек-инжин ничего не выскочило все я был доволен думал ой как я хорошо сделал и все класс но из-за клапанов точнее за компенсатором начал подсокивать компенсатор и я переключил гибридную систему в режим стандарт в стандарте машина как бы быстрее едет чуть выше обороты держит в общем я тоже обрадовался потому что мой компенсатор перестал ляпать и я был доволен но ровно через неделю дым коромыслом короче здравствуйте вы попали ваше реле догорело вы его детьми знаете уехал я вам кстати расскажу да кто хочет там тянуть и пока ничего не делать не ремонтировать вот как я читал американские формы американцев случалось вдали от дома то есть у меня тоже пару раз загорелся чек что поднялась температура блока вот этого там где-то измеряет наверное вот и но она загорелся как бы остановите машину я остановился выключил и тут же включил и она все нормально продолжайте движение знаете пугалка просто да ну как бы ну ладно продолжаем но это был это были первые симптомы вот в итоге она у вас все равно когда-нибудь где-нибудь вот так в пути дым коромыслом и все из перепугу думаешь только эвакуатор и вот поэтому я купил вот это как бы рекомендуют как улучшена я не знаю насколько она улучшена но мне душу греет что я вижу детали panasonic японского производства может они чуть чуть лучше хотя на вид не ну отличаются по другому сделаны на тут вот отличие есть я надеюсь что они учли я надеюсь что они учли да вот эти первые проблемы и улучшили ну и вообще всем кто любит погонять скажу на вот этих гибридной системе именно хундая не используйте лучше этот режим спорт и режим стандарт потому что он очень нагружает гибридную систему и она у вас быстрее сдохнет потому что киа ниро у меня знакомого киа ниро и в нем уже в нем нет машина новее да а вот этих баллов как спорт режим или там выбор режимов его нет этот режим вот этот выбор режимов есть только в санате вот этой которая как у меня нас конца 16 пошла 16 по 19 она пишется 18 19 уже новая модель по моему вышла вот и в ней вот они сделали выбор вот этих режимов и хотя может быть вот так или если заменять стану уже может и не будет этой проблемы но я как бы на себе испытывать не хочу вот я на нем проездил два года вот на этом но результат через два года 230 долларов ремонт это мне немного конечно да то есть я моя дневная зарплата я заработал день как бы и ладно но все равно неприятно да то есть вы купили машину она и еще три года но пробег у меня большой да я за три года проездил на 130 135 тысяч майлов в километрах это будет не знаю 200 чем-то уже 200 там 10 220 может вот то есть судя по тому но она кстати да скажу на американских форумах американцы писали что у них и на 50 тысячах у некоторых да случалось что реле вот эти грелись начинали там плавится ну до такого состояния чтобы дым я вот ни одного не читал это я я наверно рекордсмен да я его до дыма довел у них просто ошибка 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 им надоедало они к дилеру да и они писали что 50 тысяч майлов там 80 тысяч пишут машина почти новая а мы уже с этими проблемами да причем эта проблема она донимает машина просто не едет бах ошибка и остановите двигатель заглушите пим 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 на всю машину пиликает неприятное такое знаете чувство вот но я как бы тоже останавливался даже с пассажиром ехал но остановился выключил включил поехал я так предполагаю что кто баловался в спорт режимами да там чтобы она поноситься на ней вот она действительно едет ощутимо так мощнее и приятнее да когда на всю катушку электрика работает но на электрику очень большая нагрузка с вот такими вот результатами поэтому стандартный режим эко всегда заводите машину но всегда стоит в эко ну и не переключайтесь и ездите на ней как есть потому как потому как вот так вот ну и там смотрите в описании я оставлю кому кто захочет заказать реле да вот такое нет смысла уже вот эти покупать потому что они есть б у продают тому нам у нас они на ebay да допустим стоят 120 150 долларов в среднем есть нами по 170 некоторые по 200 я одну нашел за 120 долларов она ну вот такое старая модель а потом когда стал по номеру смотреть хундай пишет что мы сменили номер мы перешли на другой вот на этот и уже я присмотрелся а там панасоник с японскими реле ну думаю я кстати и один американец тоже писал что он два раза ездил ему сначала одну релюшку просто одну поменяли она у него все равно проблема была то есть судя по тому по форуму американскому замена одной релюшки ничего не решает он писал они мне заменили само реле там все писали может целиком от нее не вот они такой вот квадратик не просто поменяли вот они поменяли квадратик потом еще раз он туда поехал у него продолжали эти чеки выскакивать он его они ему потом поменяли вот на такое с белой этикеткой то есть на старого типа и он говорит у меня уже все в Вроде пропала, но через полгода опять выскочила. Машина у него была гарантийная. Значит, он опять по гарантии. И он говорит, мне последний раз поменяли с реле, говорит, японскими Panasonic. То есть, если мы видим Panasonic, мы сразу понимаем, что это желтая этикетка, обновленный блок. И он говорит, после этого у меня все пропало и все. Ну и он на форуме тоже пропал. Счастливый ездит. И, наверное, больше не напрягается. А второй американец хорошо сбросил вот эту Spare Korea сайт. Говорит, покупайте там. Там намного дешевле. Плюс все оригинальное, корейское. У дилера тоже оригинальное. Но все-таки корейское. Я сейчас попробую вскрыть, вам показать, что там. Не знаю, будет ли видно. Одну секунду. Так. Ну. Что я вам и говорил. Выколупал одно реле. Оно буквально развалилось. И вот вы видите, я даже не смог отсоединить реле. Вот. Хотя могу вырвать. В общем, оно у меня в руках стало разваливаться. Вот. Значит, ножи. Видите состояние ножей какое? Они все такие от температуры даже. Вот это вот, чем они были покрыты блестящим. Все развалилось. Ну и само реле работает. Видите, по принципу. Да. Вот сами вот эти... Одна часть, электромагнитный ляп. Под большой нагрузкой. Я вообще думал, они внутри... Вот я раньше работал с советским оборудованием, которое под такими токами большими работает. Такая система была, знаете, ножевая. А тут просто такой вот пятак. Видите, даже его площадь небольшая. Конечно, эта нога будет греться. Ну и внутри все оплавлено. Вон там внутри, видите. Там даже корпусов нет. Все вокруг от температуры. Все оплавилось. Вот. Я не знаю. То ли это само реле грелось, да. И от его ноги... То есть оно... В нем был контакт слабый. И от него грелось дальше все. Туда, вовнутрь. Тут смотрите, на ножки я прямо отломал. Видите, какое состояние. Вон, кстати, видно моя пайка. Год назад. Видите, между ножом и мягкой штукой. В середине такой белый металл. Вот это, по-моему, мой припой. Я паял. Думал, если оно даже начнет греться, оно как бы будет плавить и хорошо держать. Но оно, кстати, и держало. До поры до времени. Вот. Я думаю, может быть, даже реле слабые. Вот эти, да. И они грели дальше всю систему. То есть контакт плохой. Оно сильно нагревалось. Потом грелись внутрь ножи. И из-за реле вот это все шло. Потому что в новом блоке, судя по виду, они сменили только реле. Все остальное вроде все одинаковое. А вот реле стоят уже Panasonic. Я думаю, что это так. Ну, вырвать его вообще проблема. Вот такой вот гибрид. От Hyundai. Да. Ну, я на него сильно не расстраиваюсь. Там некоторые говорят, вот, зачем ты этот Hyundai? Он как бы дешевле. Я же купил, сэкономил. Вот. А машина мне деньги экономила. В плане... Вот он недавно, американец мне один говорит. Ну вот смотри, у тебя проблемы. Говорит, а что лучше тут брать? Я говорю, ну Camry... Все равно Camry стоит дороже. А по своим потребительским качествам она проигрывает. Она меньше... Она менее комфортная и меньше новая Camry, я имею в виду 2019 года. У меня знакомый ее купил. После нее сел Hyundai и говорит, слушай, а Camry реально хуже. Вот. Ну, сделано, она будет надежнее. Но за это вы переплатите еще примерно... Не знаю, сколько вы переплатите. Я думаю, тысяч пяток переплатите, если новую брать. Сколько гибридная Camry стоит, я не знаю. Вот. Моя, когда я на тот момент, когда я брал, стоила 27 тысяч. А на момент ее выхода в 2016 американцы у нее платили 35 с налогами. А я когда брал, стоила 27... 27 без налогов. Вот. А я ее взял чуть-чуть поезженную. Шестимесячную. Но... Но дешевле. Да, мне она 17 тысяч. Все. Вот такие вот результаты. Поставлю и доложу вам. Что стало лучше? Ничего не стало. Просто надежно ездить буду. Все. Смотрите мои гибридные видео. Буду дальше снимать о гибридах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok